спасибо за возможность доложить текущие вот результаты значит тема доклада это некоторая теоретика множественные задачи с множеством достижимости линейной управляемой системы я вот где-то полгода назад осенью делал доклад с похожей тематикой там исследовалась линейная система с управлением и тоже некоторые теоретика множественные по сути дела задачи решались с помощью аппроксимации множество достижимости этой линейной системы многогранником снаружи но вот это аппроксимация она понятно может иметь место и хорошо приближать множество в небольшой размерности но вот я везде пишу там не больше пяти хотя это такая оценка сверху но и это для персоналки да для суперкомпьютер не больше там 8-7 есть много способов помимо многогранника ну не то что много но есть там ряд способов аппроксимировать множеством даже за но и даны это вот множество которое является суммой отрезков видимо это последний уже совсем от безысходности происходит потому что ну наверное есть какие-то системы где множество достижимости является за но и дам но они очень специфичны а вот после доклада осенью мне борис садорович написал что вот можно там какую-то задачу попробовать решить без аппроксимации я что-то ответил ему что вы видимо это уже решено а потом стал что-то думать решено ли это решил записать там алгоритмы какие ты понял что там в общем-то дырка мне сейчас оказалось сначала все очевидно а потом нет все было не очевидно это было неким вот одним из стимулов разобраться что там получается без аппроксимации как можно решать достаточно большой размерности там 10 там и больше даже ряд задач которых сейчас буду говорить и вот об этом пойдет речь ну и значит доклад будет устроен следующим образом я где-то полчасика не больше плюс-минус и все расскажу о некоторой теле теоретической подоплеки а потом ну где-то настолько же андрей расскажет об эксперименте который сейчас процессе но на той части которая выполнена значит вот такая задача рассматривается линейная управляемая автономной системы не зависит от времени не у неё значит начальные условия в нуле-ноль в он мерном пространстве у компактное множество значит ну что достижимости может быть записано через вот такой интеграл я не буду уже даваться там в детали чады как интеграл можно понимать его как аумана по ветвям измеримым можно понимать его как интеграл реймана ну стандартная римманова конструкция вот относительно множество правда но что тоже можно суммировать и там интеграл римана записывается это будет одно и то же здесь потому что функция она имеет компактное непрерывное значение там все интегралы в общем разумные совпадают есть такой результат и вот если еще 0 принадлежит у то это множество монотонно по включению если т1 меньше т2 то множество достижимости увеличивается но не уменьшается так скажем и рассматривать следующую задачу пусть м какой-то выпуклый компакт в том же пространстве н-то какое-то время ну какой-то момент времени сейчас они будут сказан точнее вот такие вопросы рассматривать первый вопрос пусть момент времени т м fu достижимости пересекается с этим компактом но это нужно для того чтобы вообще ну помню для чего это нужно и какой-то момент берется с промежутка от нуля до то выяснить пересекается ли уже в меньший момент времени t множество достижимости с этим компактом. Понятно, что если такого условия нет, то мы можем никогда до него не дотянуться. Если, например, система имеет матрицу с отрицательными веществами значениями, то может быть компакт очень далеко от множества достижимости, и мы до него не дотягиваемся. Но мы до него считаем, что дотягиваемся, и выяснить в момент времени это маленькое, дотягиваемся или нет. Ну и сразу такой вопрос найти минимальный момент t, когда это наступает. То есть когда мы только коснемся множеством достижимости это множество m. Второй вопрос вот такого же плана. В момент времени t множество достижимости вылазит из m, а m содержит 0. То есть в нулевой момент у нас множество достижимости это точка 0, и все окей. Вот мы вылезли из него. Опять фиксируем какое-то t из промежутка от 0 до t, выяснить, будет ли включение. Ну и, соответственно, найти так здесь какой максимальное время t, когда включение выполнено. И, похоже, вопрос обратное. Включение выполнено, множество достижимости захватило какой-то компакт. Опять мы фиксируем t от 0 до t большое, выяснить, верно ли вот такая штука. Ну и минимальный момент, когда захват произойдет. Понятно, что тут можно эти операции там как-то объединять, пересекать. В общем, это не полный список. Но вот я на этих трех остановлюсь. Даже скорее на двух. Про это будет идти. Здесь результат аналогичный и два будут. Значит, я хочу сразу сказать, давайте много буду писать. Ну, не то, что много, но что-то буду писать. Я эти задачи хочу, во-первых, записать, чтобы на них ссылаться, не листая. Здесь. А x-штрих у вас обозначает? Производная. Да, это вектор. А дискретные вы не рассматриваете? Нет, дискретные пока руки не дошли. У вас часто вот такое обозначение, чтобы не нахило и дискретные, и непрерывная вредная? Ну вот до дискретного руки не дошли пока совсем. Ничего не могу сказать. Ну, наверное, что-то можно получить. Ну, просто вот пока. У большого это множество проблем. Управлений, да, в виде включения записанной системы. Да, я хочу сказать несколько слов по поводу постановки. Понятно, что здесь можно ставить задачи совсем по-разному, и можно придраться к этой постановке в следующем плане. Я это, коллеги, Андрей, понимаем. Во-первых, понятно, что здесь можно писать, вот как привыкли в теорию управления классической, писать матрицу БУ и У уже из какого-то компакта У. Но это одно и то же, но... Ну, там какие-то нюансы с этой матрицей Б могут иметь место, и это может быть важно. Хотя это эквивалентной постановке. Второе из... У зависит от времени? Нет. У и А автономны, не зависит от времени ничего. Это какое-то множество. Да, это фиксированное множество, которое от времени не зависит. И матрица А от времени не зависит. И потом будем мыть ДЗ под интеграл, а потом... Ну, ввел под интеграл. Я интегрирую множество, да. Такое возможно. Но точно так же интегр... Давайте интеграл Алмана я буду говорить. Это совершенно классическая вещь. Мы берем все измеримые ветви, вот это вот тоже множество, да. Мы берем все измеримые ветви по либегу, F от S, и интегрируем их на отрезке от нуля до T. И объединяем. И вот это и есть вот это вот R от T. Ну, это классический результат. Значит... Так, ответил вроде на вопрос, да. Вот. Очень важна задача другая, что мы не множество достижимости хотим пересечь или попасть в какой-то компакт, а какую-то его проекцию на какое-то подпространство. Это тоже можно рассматривать. Это несколько другая задача все-таки уже будет. То есть мы должны взять, ну, прям множество достижимости, спроектировать его на какое-то подпространство и там вот решать такую задачу с проекцией. Ну, это вот некий технический момент. Их очень много еще можно перечислить, которые висят, которые надо делать, но пока просто, опять же, до этого руки не дошли. И в самой такой общей стандартной постановке рассматривается задача. Ну, и еще я хочу сказать, что хотя здесь будет идти речь про множество достижимости, но по сути дела это может быть любое многозначное отображение. Ну, с какими свойствами? Со свойствами монотонности, хотя иногда даже это не обязательно. Ну, какое-то достаточно хорошее, для которого мы можем вычислять опорную функцию. Сейчас об этом будет идти речь ниже. Ну, простейший пример я хочу привести. Это вот такая старая задача. Она в комбинаторике там изучается. Самая примитивная постановка такая. Это вот есть множество M. Выпуклое, конечно. Это я что-то... Я рисую выпуклое, а рисуется не выпуклое. Это неправильно. Ну, пусть оно типа круга. Там где-то у него ноль внутри. Это M. А вот множество R. Это фиксированный множество, какой-то компакт. Допустим, он вне M. И мы рассматриваем все его гомотети с центром ВМ и ищем коэффициент, который... Максимальный коэффициент, который втаскивает его внутрь M. Ну, какой-то вот такой, да? Что-то такое. Максимальный. Тогда в качестве R от T мы можем взять вот такое множество и рассматривать вот просто эту же задачу, например. Да? Это все в пространстве, там, размерности, например, 7, и решать надо численно. Руками мы ничего не решили. Вот. Значит, здесь, кстати, заметьте, никакой монотонности по включению нет. Но, тем не менее, тоже вот алгоритмы какие-то можно писать. Ну, и, в общем, много задач. Эта задача, естественно, связана, кстати, с Чебышевским центром. Вот, там, упоминается еще в книге, там, Бранк и Грюнбаума Клиттиарема Хэлли 68-го года. И до этого, там, такие задачи возникали. Поэтому, ну, я хочу сказать, что вот эта постановка, она может быть использована к многозначным отображениям, не обязательно являющимися множеством достижимости. Но множество достижимости – это то, о чем мы будем говорить сегодня. Ну, еще хочу с оптимальным управлением как-то связать вот эту задачу, потому что просто там какие-то пересечения искать, может, не всем интересно, хотя мне так это очень интересно. А вот, например, в задаче 1, которая про пересечения, ну, давайте я буду картинки рисовать, чтобы все было понятно. Вот 0. Вот у нас пухнет наше множество достижимости, которых, кстати, совсем не обязано быть гладким. А здесь где-то множество m. И мы хотим решить такую задачу уже оптимальному управлению. Мы хотим найти траекторию, которая за минимальное время попадает на множество m. Ну и соответствующее управление, которое эту траекторию реализует. Понятно, что мы должны делать. Мы должны увеличивать t. Значит, у нас есть монотонность по включению. Мы пухнем, пухнем, пухнем. И, допустим, мы допухли вот до такого момента, когда здесь есть пересечение. Оно может быть одноточное, может быть неодноточное. Это непонятно, в общем, как. Давайте считать, что оно одноточечное для простоты. В этом случае, вот, пожалуйста, просто доказательство приведено в несколько строчек. Но это абсолютно не новый результат. Это там какая-то седая классика. Даже не знаю, кто это первый сделал. Но, наверное, это там вообще известно, как таблица умножения. Что вот если вектор есть, разделяющий эти множества, вот гиперплоскость есть с нормалью p, которая разделяет множество m, и множество достижимости, которое коснулось множества m, то тогда вот просто управление выписывается. Вот эта формула. Значит, это берется такой вектор в каждый момент времени s от 0 до t, умножается вот на этот вектор p, и это вот опорный элемент множества u, то есть тот элемент, который дает максимум скалярного произведения на вектор, вот на этот вектор. Вот для вектора q определение написано. А в качестве q здесь выступает вот этот вектор. То есть, если мы умеем эффективно находить время, при котором решается первая задача, минимальное, прошу прощения, время, когда множество достижимости касается, начинает иметь точку пересечения общего с множеством m, то мы можем решить задачу оптимального управления. И вот это уже такая мотивация существенная. То же самое в других задачах имеет место, это я сейчас не буду говорить. Значит, что мы хотим? Мы хотим какие-то алгоритмы написать, которые вот эту задачу будут решать. Понятно, что эти алгоритмы, наверное, будут первопорядка, потому что нулевого там ничего не работает, второго тут шансов нет, какие-то матрицы там вторых производных получить, тут и первых-то нет, производных очень часто. И что нам для этого надо? Как мы знаем из книг классиков, что хорошо решаются задачи, которые хотя бы выпуклые, и где хотя бы липшится в градие. Там вот есть набор алгоритмов. Если вот этого нет, то там что-то тоже есть, но уже все гораздо менее оптимистично. Значит, вот мы будем считать, что нам известна опорная функция множества m. Вот ее определение здесь. Компакта выпуклого m. И опорный элемент. Ну, если, например, это что-то такое типа телонорма, это просто вычисляется. Если это, ну, какое-то другое множество, то должно быть известно для нашего алгоритма. Дальше вот то, что я сказал. А когда эта функция, сейчас мы в ее терминах будем писать алгоритм, обладает условием липшица, здесь есть теорема известная, что опорная функция на единичной сфере, правда, липшица с константой r. Вот такое условие выполняется. Вот эта штука, кстати, является градиентом опорной функции, но если это множество одноточное. Это стандартный тоже результат выпуклого анализа. Так вот, этот градиент липшицев, когда множество есть пересечения шаров радиус r. Это критерий, необходимый достаточно условия. И поэтому мы будем предполагать, что множество m сильно выпукло с каким-то радиусом r. И кое-что про него скажем дальше. Дальше про множество достижимости. Я сказать хочу, что умножение на любую матрицу в силу линейности интеграла, опять же, линейную матрицу можно втащить внутрь. Отсюда вытекает, что опорную функцию множества достижимости мы можем вычтеть вот по такой форме. Мы можем втащить умножение на p скалярный оператор максимума внутрь интеграла и вот так вот переписать. И возникает просто задача интегрирования функции известной. Она может быть решена. Иногда просто аналитически, если здесь формула есть. Если формула нет, например, множество, это какая-то выпуклая оболочка точек, скажем, то это тоже решается как максимум скалярного произведения. То есть этот интеграл считается иногда вообще с точностью машинную эпизод, иногда, ну, почти всегда с более-менее нормальной точностью. Андрей может сказать об этом поподробнее. И градиент или опорный элемент множества достижимости в силу вот этой линейности, он тоже считается вот таким образом. Берется опорный элемент вот этого множества, и это точка. Давайте считать. А даже пофигу, это может быть не точка, что угодно. Главное, чтобы это была точка на множестве полной меры. То есть отрезок там вращается, например, в какой-то момент он перпендикулярен P. Это плохо, да, но это на интеграл никак не влияет. Это тоже считается. То есть мы в первый порядок нашу задачу можем уложить. Мы имеем класс множеств, который обладает липшесовым градиентом, правда, на единичной сфере. Сейчас мы скажем, как можно рядом со сферой получить условия. И мы эффективно можем вычислять как опорную функцию, так и градиент опорной функции множества достижимости. Просто интегрируя в одномерную функцию. Это очень важный момент. Ну вот про сильную выпуклость множества достижимости я уже говорил, в двумерном случае это вообще типично. И, по-видимому, это типично в нмерном случае. Но каких-то конкретно хороших теорем у меня нет, в размерности 3 и больше. Ну вот висит вопрос, даже, например, такой. Предлагаю студентам, если у нас какие-то будут. Вот такая матрица. Лямбда меньше нуля. И мы рассматриваем... А, и вот множество U — это вот такой отрезок. Задача для студентов. Но студентов крутых. Рассматриваем вот такое множество. Ну, любое число берем. Один, например. Константа сильной выпуклости какая? По-видимому, она какая-то есть. Мы даже там эксперименты численные делали. Я пытался эту задачу решать. Тут, в принципе, все можно вычислить. Но возникает интеграл, я засыпал постоянно, когда его считал. Так и не досчитал. Вот. Но вот, например, даже такая задача еще до конца не решена. Тем более интересно увидеть какие-то классы. Например, матриц множеств. Ну, множество, в первую очередь. Которые дают вот сильную выпуклость этого интеграла. И сами не являются сильно выпуклыми. Если множество U сильно выпукло, ну, вот в этой вот системе, то есть само является пересечением шаров, то этот стандартный древний результат — этот интеграл тоже сильно выпуклый. Там есть оценка для радиуса, я просто ее не выписывал. Другой вопрос нам будет важен сейчас, связанный с гладкостью. Что мы будем называть гладким множеством? Это множество, которое представим... Вот компакт выпуклый M гладкий, если он представим в виде другого выпуклого компакта, M нулевой, плюс шар радиуса R. Вот такое множество будем называть гладким с константой R. Ну, сумма множества очень просто понимается. Вот есть множество M нулевое, что значит к нему прибавляется шар радиуса R? Мы каждую точку заменяем на шар радиуса R. Распухание такое происходит. Вот каждую точку заменяем на шар радиуса R. И у нас такая вот R-окрестность получается, множество M нулевое. Вот это множество M. Но оно имеет действительно гладкую границу, в классическом смысле. Но и нечто большее на самом деле здесь есть. Вот такая равномерность. Это будет сейчас нам важно в алгоритмах. И я хочу один результат провести про множество достижимости. Вот если множество U, множество управлений, само равномерно гладкость константы R, то есть по границе изнутри множество U, можно прокатить шарик радиус R, то тогда множество достижимости тоже равномерная гладкость вот такой константы. R – это вот это самое R, а лямбда N и лямбда 1 – это максимальная и минимальная полуось вот этого эллипсода. Но я в терминах полуосей выписал. Можно в терминах каких-то там выписать этих сингулярных значений матрицы и так далее. И из этой формулы мы видим, что вообще говоря, редко когда множество достижимости, даже когда собственные числа матрицы положительные, обладают большим запасом гладкости в этом смысле. Вот посмотрите, здесь стоит экспонент в степени 2αNs, а здесь стоит экспонент Е в степени α1s, где αNα1 – это минимальные и максимальные собственные значения. И вот этот интеграл, он в типичных ситуациях сходится, если ты стремишься к бесконечности. И иногда он просто мал, когда здесь экспоненты, ну понятно, вот это отношение экспонент имеет маленький показатель. И вот эта гладкость, сильная выпуклость, она какая-то типичная. При интегрировании она там не шибко меняется, она, конечно, увеличивается чуть-чуть, но как-то хорошо себя ведет. А вот здесь ничего хорошего особо нет, по крайней мере, когда действительность собственных значений. Отношение минимального к максимальному, если мы будем интегрировать, это почти всегда сходящийся интеграл, иногда к небольшому достаточно числу. То есть вот это свойство для множества достижимости, оно имеет место, но оно вот такое капризное. Ну вот задача 1, я к утверждению перехожу. Пусть множество достижимости в этот момент времени t, я напомню, это когда есть гарантия пересечения, сильно выпукло с какой-то там константой. Отсюда, кстати, следует, что множество для любого меньшего момента времени тоже сильно выпукло с такой же константой. Это известный результат. Пусть множество m, которым мы хотим коснуться, равномерно гладко с константой r больше нуля. Ну, то есть вот такая штука выполнена, где m, в свою очередь, тоже выпуклый компакт. И пусть вот этот m0 сильно выпуклый с константой r нулевую. Тогда мы вот такое множество рассматриваем и его опорную функцию. Обращаем внимание, что это выпуклая функция. И рассматриваем вот такую задачу минимизации на единичной сфере. Оказывается, что... Ну, что здесь фактически исследуется? Надо геометрию дела пояснить, наверное. Давайте пока считать, что эти множества не пересекаются, r от t и m, да? Тогда что это значит, когда мы их вычли и рассмотрели вот это z от t? Вот где-то это множество z от t болтается, а 0 находится на расстоянии строго больше даже, чем r, если пересечение пусто. Расстояние от 0 строго больше, чем r. Тогда пересечение пусто. А если расстояние меньше, чем r, то пересечение не пусто. Потому что... Ну вот эта функция, вот минимум, это тоже довольно известный результат. Это и есть, на самом деле, расстояние от 0 до вот этого выпуклого компакта. По модулю, правда, по модулю. Это отрицательное вообще число, если пересечение... Если 0 не содержится здесь. Ну, потому что достигается вот на таком векторе p нулевого решения задачи. А модулю его, это и есть как раз вот это вот расстояние. От 0 до множества z от t. Ну и здесь вот я техническую теорему формулирую. Она довольно просто доказывается, но вот она прям в категориях, в которых мы в последние годы привыкли работать. Пусть вот в этой задаче 1, ну уже в задаче 2, которая соответствует задаче 1, вот это число отрицательное, и ε – некое число от 0 до 1. Тогда функция вот эта вот удовлетворяет условия Лежанского поля Колосевича на единичной сфере, вот на этом множестве уровней, где функция f отрицательная. С константой μ равная модуль g. И тем самым, если у нас вот это расстояние достаточно велико, больше r, то это вполне себе большая достаточно константа. В то же время функция f имеет липший сапоградиент в ε на окрестности единичной сфере с вот такой константой. Ну это совсем простой результат из положительной однородности вытекающей опорной функции. Но это, конечно, не такой очевидный результат, но довольно просто тоже доказывающийся. Что здесь особенно важно? Что вот это вот условие фигурирует, и оно конструктивно для выбора первой точки итерации. То есть, если мы выберем первую точку итерации и запустим проекционный алгоритм стандартный, он здесь, по-моему, не написан, да, к сожалению, что-то я не написал. Ну, стандартный совершенно алгоритм. f от p1 берем меньше нуля, и pk плюс 1 берем проекцию на единичную сферу, pk минус лямбда на градиент функции f. Градиент считается через градиент функции опорной множества m нулевое, но это нам известно, и множество достижимости, что мы тоже умеем делать через интеграл. Лямбда – это некое число, там оно оценивается, оно должно быть, ну, есть оценка, давайте я не буду выписывать технические же детали, достаточно маленьким должно быть, от нуля до какого-то там критического значения. То тогда этот алгоритм будет сходить с линейной скоростью. Но здесь вот в этой задаче очень важно, что получается вот эта функция выпуклая, да. Она, правда, минимизируется на сфере, но, по сути дела, тоже оказывается, вот в результате доказательства, что мы внутрь сферы не проваливаемся, мы всегда, вот, все манипуляции, все вот эти точки, они наружу оказываются, и, по сути, мы на шаре минимизируем. Вот на самом деле. Внутрь сферы здесь мы не проваливаемся. Единственное, для доказательства монотонности f в точке pk плюс 1, что не превосходит f от pk, вот это нам очень важно, что мы остаемся вот в этом либеговом множестве нашими итерациями алгоритма, нам важна липшица не только на сфере опорной функции, а в эпсалонокрестности. И вот ради доказательства вот этой монотонности нам требуется вот это условие. Ну и давайте я коротко скажу про вторую задачу. Вот в первой задаче все вообще замечательно, хорошо, а во второй и третьей не так хорошо. Ну давайте про вторую поговорим. Напомню, вторая задача состоит в следующем. Множество достижимости в момент времени t содержится в множестве m. Ой, не содержится, наоборот, вылезло. А в нулевой момент содержится, потому что нулевой момент это 0, а m 0 по условию содержит. Выяснить в момент времени t, будет ли множество достижимости содержаться в m. Ну и здесь предположения такие. Опять сильную выпуклость множества достижимости. В последний момент t, а значит в любой момент от 0 до t с этой константой. Равномерная гладкость вот этого множества m Множество m, ну или m нулевое, тут не важно Сильная выпуклость константа r нулевая, это все равно 4 И вот тут, конечно, обременительное условие, от которого пока не удается отказаться Что вот эта константа равномерной гладкости больше, чем константа сильной выпуклости Оно, конечно, вот такое, ну совсем не обязан выполняться Но оно необходимо для доказательства Если оно имеет место, то строится вот такая функция И обращаю внимание, что эта функция уже вообще говоря не выпуклая Потому что это разность опорных функций И она в общем случае совсем не обязана быть выпуклой И минимизируется опять на единичной сфере вот эта функция Ну вот тут написано, что если этот интеграл меньше ε Который выбирается вот из этого промежутка произвольно И фиксируется в дальнейшем в алгоритме То тогда нет включения, а если больше, то есть включение Ну вот рассмотрим единичную сферу Опять через s обозначим множество на единичной сфере либега Уровня 0 для функции f вот этой И пусть p0 это решение этой задачи Ну какую-то И стандартный алгоритм запускаем Где p1 выбирается вот из этого множества s Тут результат такой Если у вас g меньше 0 Определяется вот такая константа и l Ну это множество, в общем я записал, надо было расшифровать Таких x, что x, сдвиг x на x вот этого множества попадает в m Ну вот полунорма называется Некая положительная константа, которая может быть оценена легко То для любого выбора точки p1, где функция вот эта вот меньше 0 Не важно, как мы его выбираем И вот такого выбора лямбда через константы Возникает вот такая вот сходимость линейная С вот таким показателем Значит Ну вот Здесь вот еще раз повторяю Все тоже хорошо, как бы Ой Но вот это условие необходимо для доказательства И это условие на самом деле обеспечит выпуклость этой функции Его такой математический смысл внутри доказательства Оказывается, что вот эта функция выпукла при этом условии Без выпуклости все плохо, я сейчас не буду философию вдаваться Но вот как-то пока не получается И аналогичный результат есть в задаче 3 Вот дальше я бы хотел передать слово Андрею Он скажет, как вычисляются вот эти вот Для фиксированного t условия включения-невключения Пересечения-непересечения со множеством И про оптимальное управление, да, Андрей, будет какой-то результат Да, вот моя часть доклада закончена, спасибо Максим, а можно вопрос? Да, давайте, если есть вопросы, то пожалуйста Честно говоря, я бы эту задачу стал решать совсем по-другому Ну может быть И может быть при более слабых предположениях бы получилась Про М вообще не сладкость Не сильная выпуклость И про достижимое множество тоже сильная выпуклость Не нужно вот там подходить Нужна, нужна, Барис Старыш Я могу сказать Но это к докладу не относится Это некоторая другая работа, но очень близкая Значит, смотрите, что происходит Нет, ну может быть совсем у вас другой подход? Не с опорными функциями, да? Не с опорными функциями Но если совсем другое, то может быть Но здесь есть пример, что без сильной выпуклости Алгоритм проекса градиента зацикливается Да, давайте, да Куда? Я только про первую задачу буду говорить Давайте А вот, Барис Старыш Это самый лучший Значит, я поставил задачу Так, вот у нас есть, значит, x точка На меня отзывается Ну, давайте я в старых обозначениях Б, там, не важно У прям, уже по большому И, значит, x нулевое Это равно нулю И, значит, мы фиксируем какое-то время t У нас есть множество m И задачу мы ставим так Как задачу оптимального управления Минимизировать по u Значит, расстояние от xp до n Угу Можно квадрат расстояния А тут, как-то, и в том, и в другом подходе есть свои премости Значит, это классическая задача оптимального управления Для нее есть алгоритма Хорошо известная Значит, например, метод Проекция градиента Градиент этой функции Вот этой функции Да, значит, только В чем тут подход другой? Мы все это рассматриваем Как задачу минимизации вот такого функционала От u Это не p Тут p никак явно не участвует Оно будет потом Но Просто задача оптимального управления Это некий функционал от u Мы его хотим минимизировать Пространство управления Гильбертовом пространства l2 Но у нас не совсем, что значит, гильбертово Тут Гильбертово пространство Но у нас есть ограничения же, у из у Это именно Это скорее, что тогда или бесконечность Это под множество гильбертового пространства Описываем на те, что у отец Хорошо На множестве Это не безусловная минимизация А минимизация на таком множестве Эта задача хорошо известна Для нее Выписывается градиент этого функционала Он выписывается через градиент Вот эта функция А эта градиент Эта функция Это просто расстояние От точки XT до L То есть Ну, расстояние нам надо искать же Пространтирование Вот XT Проекция В принципе, мы тоже У нас тоже все упирается В поиск расстояния От точки до множества От нуля до множества Ну, от точки там От нуля У вас задача там Вспомогать на задаче Минимизации линейной функции На множестве А здесь будет задача Минимизация Расстояния от точки до множества Ну, мы тоже Расстояние еще Ну, нищеты Хорошо Я просто говорю Что здесь Значит, теперь Смотрите Вот мы эту задачу решаем Про градиент Градиентный метод Для нее Сходятся Там ничего не надо Кроме Выпуклости Этого множества И больше ничего И множество И выпуклость И множество Никаких Там сильных Выпуклостей Не нужно Ни равномерных Гладкостей Ничего этого Не нужно Вот Теперь Если мы хотим Значит Мы Эту задачу Решаем С какой-то точностью По ходу дела Мы каждый раз Берем Вот это Расстояние До множества Берем А как расставить От точки Мы будем искать Вот у нас Эту задачу Проектирование На мы устаем Мы считаем Элементарной И греша Ну это не так Ну что значит Не так Это предположение А, ну понятно То есть Вы такое множество Им берете Мы берем Такое множество А какое оно бывает Всегда Спроектировать Нетрудно Ну хорошо Это точка Например Или шар Или шок Или Многограник Вот Я говорю Вот у нас По ходу дела Мы Получили Какое Приближение Это не решение Этой задачи На минимум А вот Приближение Мы взяли Проект Церковь Полученные Точки На Ям Взяли Вот Середину Этого крестка Разделяющая Гиперплоскость И теперь Мы смотрим На этой Гиперплоскости Мы смотрим Вообще Вот Тут можно И опорную функцию Опорную функцию Уже определенную Знаку На множественную Ям Или нет Как только Она стала Определенного Знака То Мы задачу Уже Решили Вот и все И проверили Значит Для данного ТЭМа Проверили Можно Попасть На Сейчас Я не Муж не до конца План То есть Мы решаем Задачу Какую От это Какой у нас Или ТЭМа Потом Гоним Куда Ну Давайте Сейчас Для фиксированного Для фиксированного И Если Значит Вот Для фиксированного ТЭМ У нас Мы Гиперплоскость Разделяющего Нашли То Значит Мы Нам Ножество М Не Сейчас Ничего не Знаешь Не знаю В том ТЭМ Борис Садович Вот Я Когда Вам Писал Я Тоже Что Подумал Что Раз Нашли Какую Гиперплоскость Дело В том Что У нас Вот Может Какая Гиперплоскость Отделяется Хорошо Но Проекция Нам Надо Найти Но Проекция ТЭМ Это Найти Не Сложно А К Точке Да Множество Это Не Проблем Мы Про Это Множество Предполагаем Что На Нем И Проектировать Можно Ну Понятно Ну Хорошо И Линейную Функцию Минем Минем Можно Оно Простое Это Много Сто Вот И Значит Так И Чего Значит Ну Во-первых Если мы У нас Точка Оказалась Просто Принадлежащей Множеству То Все Мы На него Попали Если Процесс Минемизации Если Мы Значит Достаточно Точностью Приминемизировали И у нас Разделяющая Гиперплоскость То Там С помощью Там Тут Уже Некоторые Оценки Нужно Мы На него Да Попасть Не Мозом Ну Просто Я К тому Что Ну Хорошо Спасибо Да Итерации Строим Не По Разделяющей Сейчас А это Наверное Где-то Просто Написано Про Такую Задачу Сход Просто На Шестопец Левит Но Шесть Сто Даже Есть Правитель Посмотрим Что Я Забыл Хорошо И на Пространстве Управления Мы строим Дезидерация По Самим Управления Ну Они Большой Зафиксированы Ну Мы хотим Фиксировать Но Как иначе Решать Задачу При Нефиксированном Чтобы была Гарантия Что У нас Вот Это Ну Реализуется Потому Что Может быть У нас Система Такая Что Мы До Много Что М Никогда Не Дойдем Фазовый Вектор Не Попадет Мы Гарантируем Что Он Попадает В Какой Т Момент И Теперь В Промежуточный Момент От 0 До Т Выясняю Вопрос Попал Не Попал Сама Задача Оптимального Управления Есть Способы Решения Задачи На Быстродействие Кстати Они Вообще Описаны Даже Книжки Да Много Где Описано Да Книжки Болтянского Там Написано Некоторые Старые Алгоритмы Итона Он Называется Задача Задача На Быстродействие Он Плохой Там Этот Алгоритм Итона Медленно Сейчас Но тут Вот Прям Когда Именно Не просто В каком Л2 Давайте Уточним А вот Именно На Множестве У Которая Там И все Тут Окей Работает Да И Конструктивно В смысле Что-то Можно Считать Да Оценки Там Скорость Исходимости Пишутся Что нам еще Нужно Оценки Ну хорошо Посмотрим Да И он Конструктивный Там Никаких Операций Сможных Кроме Действительно Проектирование Во множество Время Точки Во множество Нет Но Вообще Максим Просто Тут Стоит Вернуться К Совсем Старым Работам Действительно Есть Просто Задача Ровно Такая Задача Задача Быстродейства Но Она Обычно Кисалась Просто Попасть В точку Не на множество А в точку В задную Точку За какое Наименьшее Время Это Сделать Вот Это Понималось Подзадача Быстродейства И Там Было Написано Алгоритмов Еще В те Давние Нет Я знаю Да Но В точку Там Обычно Все-таки Шарик Какой-то Не попадает В точку Ты Не попадешь И Ну Если Это Множество Ну Давайте Вот так И Оставить Расстояние Одно Есть Прямо Задача На быстродействие Как решается Там Есть Такой Метод Итона Им Никто Не пользуется Он Медленный Но В принципе Но Туда Точно Все Считается Хорошо Что-то У меня Какие-то Сомнения Но Надо Посмотреть Так Сходу Конечно Непонятно Ладно Спасибо Да Правильно Да По поводу Первой задачи Хочу сказать Что на самом деле Тоже Ничего Не надо Может быть Даже Это Какие-то Результаты Об одном И том Жем С разных Концов Первая Задача Вот такая Штука Есть Вот Это Множество ЗТ Это Не тема Этого Доклада Но Близко Очень Результаты Напомню Что Это Множество Достижимости Плюс Вот Этот Компакт Минус Шарик Радиус Вот Оно Допустим Есть Вот Если Про это Множество Вообще Не надо Знать Ничего Оно Может быть Даже Каким-то Многогранником Черт Знать Чем Ну Увыбку Конечно Но Есть Какой-то Шар Который Его Захватывает С Нормалью Решением Задачи Вот Есть Шар С Каким-то Центром З Вот Берем Проекцию И Вот Это З На Расстояние Р Отступаем По Антипроекции То тогда Метапроекция Градиента Сходится Вот Такой Результат То есть Здесь Вообще Как вы Видите На множество З Метапроекция С С Линейной Скоростью С Линейной Скоростью Здесь С Линейной Скоростью Нет С Линейной Скоростью Как раз То Что С С С Конечно Не Бог Есть Какой Результат То Здесь Вообще Говоря У вас Может Быть Многограни Но Если У вас Вершина Является Решением Все Окей Не Ну Если Многогранник Да Но Это Может Быть И Не Многогранник Может Быть Вы Говорю Черт Знаешь Что Главное Что Был Опорный Шар Ну Нет Для Многогранника Конечно Все Не Так Интересно Но Вот Такой Есть Результат По Поводу Именно Первой Задачи По Поводу Второй Третьей Такого Результата Нет Пока Тому Что Требовать Тут Какие-то Вещи Какие-то Сильные Выпуклости Наверное Гладкости Это Довольно Жесткие Требования Которые В существенном Задачи Никак Не Называют Ну Может Быть Да Но Они Дают Достаточные Условия По крайней Хорошо Спасибо Да Это мы посмотрим Мы посмотрим Ну Тогда Андрей Передаю У У Все Так Вопрос Здесь Мы все-таки Оптимизируем По Непрерывному Управлению Не Во множестве Наверное То есть Не Да Но это Переменно Это не Точка А это Именно Да Траектор Да Именно В Гильберт Пространстве Здесь Задача Бесконечно Мерная Ну Вот Ее Надо Тогда Дискриптиз Дискриптизировать А как Тогда Ее Точно Решать А как Очень просто Откуда Там может Приближение Драться От решения Задачи Минимизации Там Линейная Функция Нам Много Большого Это Будет Кусочно Постоянная Функция Кусочно Постоянная Это Если Скалярная А это Да Скалярная Да Ну Давайте Просто Чтобы было Понятно В простом Случа В одномерном Когда Управление Одномерное То есть Конечномерное Переменное Направление Которое Дает Опорную Функцию Опорное Множество Пульт Тогда Сейчас Примеры И вот Знакомая Знакомая Форма Записи Линейной Системы Множество Достижимости Выписывается Опорный Элемент Выписывается Через Интегрирование Опорного Элемента Множество Управлений То есть Такой Легкий Тизер На конференции Пятницкого Я собственно И расскажу Как это Строится И более того Сделан Такой Маленький Программный Пакет Который Позволяет Считать Ну Считать Опорную Функцию Опорный Элемент Для Множества И Оптимальное Управление Оно Находится В явном Виде То есть Вот как раз Оно Тоже Как бесконечно Мерная Переменная Но оно Явном Виде Зависит От Направления По которым Строится Опорный Элемент И для Него Оказывается Нужно Всего Две Вещи Интегрирование Вектора Там Есть Нюансы Технические Но Оно Прекрасно Работает Из Коробки И Мы Все Получаем То есть Мы На самом Деле Сводим В каком смысле Действительно Задачу Конечномерные И Размерность Она Мала Вот Пример Множества Достижимости Трехмерная На сетке Если У нас Множество Управлений Шар Он Полноразмерный То Множество Достижимости Она тоже Такая Кругленькая Похожа На Эллипсоид Может быть Это Оно И есть Эллипсоид Скорее Всего Нет Вот Построили И Вот Пример Зелененький Видно плохо Нет Нет Все-таки Она не диагональная Матрица Хорошо Эллипсоид Нет Это очень хорошо То есть Сумма Эллипсоид Сумма Эллипсоидов По-моему Нет Ну А там Диагональному Монезу Привести Просто Линейный Образ Диагональному Нельзя Привести Нет Это Не мгновенно Он же Накапливается Со временем Ну Не важно Оно похоже Может Эллипсоид Но Вот Здесь Как раз Пример Нет Вообще Я Сред Сказал Оно Да Оно может быть С острыми С острыми Не может Значит В чем На самом деле Зачем Требование Гладкости Гладкости Наше множество Целевое Куда мы хотим Попасть Это У него есть Какое-то ядро И вокруг него Радиус Р Маленькая Сумма Обеспечивающая Равномерную Гладкость И у нас Есть Множество Достижимости Так вот И это Существенно Для алгоритмов И существенно Для линейной Скорости Сходимости Вот Зачем Мы требуем Эту Проксимальную Гладкость Мы смотрим На самом деле Мы ищем Расстояние Между этими Двумя Множествами Если посмотреть На Вот функцию Которую оптимизируем Вот f маленькая Которая состоит Разность опорных Функций То на самом деле Это эквивалентно Тому что мы берем Какое-то направление И смотрим Расстояние Между Касающими С премиумом Если Оно Там со знаком Если зазор есть Оно отрицательное Если зазора нет Оно положительное Но по сути Можно все это Рассматривать Не в терминах Множество z Единого множества А на самом По сути Мы ищем расстояние Пытаемся найти расстояние Ближайшую точку К этому множеству То есть По сути Задачи Они очень тесно связаны Не квадрат расстояния Правда само расстояние И функция Как раз из-за того Что мы рассматриваем Не квадрат расстояния Она Оптимизируемой функцией Обладает свойством Ухотлежанского Полика Лоисевича И там есть Линейная скорость Сходимости Не надо Извините Не надо Посмотрите Если Наше множество Накрывает R от T Все-таки Пересекает С СН Нулевого По Вообще Вот какой-то Конечный То Если мы Введем Функцию Которая Есть Расстояние От множества R от T До Н Нулевое То У этого Множество Первая степень Именно То Там Будет Вот Такая Функция Которая Как бы Вот Такая Негладкая Для такой Негладкой Функции С Плоским Минимумом Там Просто Пишется Алгоритм Который Конечный Вот Наверное Это тоже Надо будет Сделать Это Не делали Я Про Это Вот Толь Чего Это Хорошо Известно Когда Мы Решаем Систему Линейных Неравенств Это Аналогичный Результат Вот Самый Классический Метод Там Качмажа Там Агмана Моцкена Шоенберга Для Решения Системы Линейных Неравенств Если Его Немножко Если У Этих Линейных Неравенств Есть Внутренняя Точка И Если Немножко Модифицируют Алгоритм То Он Конечный Становится Это Известно Вот Не Приконечно Там Якубович Писал Много Народ Писал Вот Поэтому Там Метод Будет Если Только Чуть Изменить Не Просто Проекция Градиента То Он Будет Конечный Он Пойдет Потому Что Ну Вот Это Интересно Потому Что Во-первых Не Привлялся А Во-вторых Тогда Надо Будет Наоборот Брать Тот Момент Времени Когда Множество Действительно Пересекаются Только Тогда Будет Этот Плоский Минимум Иначе Все В Момент Когда Они Только Начинают Иметь Общую Точку Там Внутри Не Будет Они Пересекаются Да То есть И Лучше Иметь Запас Снаружи Ну Надо Словить Ну Вот Здесь Как раз Запас Снаружи И Именно Он Именно Проксимальная Гладкость Позволяет Брать Во-первых Начальную Точку И Там Есть Некий Конус Конус Который Определяется Именно Параметр Равномерный Параметр Равномерной Гладкости Позволяющий Нам Найти Во-первых Начальную Точку И гарантирующий Сходимость Потому что Если бы у нас Не было Этого Равномерной Гладкости И мы бы Пытались найти Расстояние Между двумя Множествами Которые Очень близко Касаются Очень близки Друг к другу То там Была бы Неустойчивость То есть Здесь Именно Вот мы Действуем В пространстве Конечномерном Пространстве Вы очень Привязаны К конкретному Алгоритму И Вот вам Важна Скорость Его Сходимость Линейная С таким Знаменательным Который Там Становится Ближе К единице Он Как раз Не становится К единице Вот С запасом Да Я думаю Что тут Естественно Другой Алгоритм Ну ладно Готовься Но он тоже Градиентного Типа Получается Только там Другой Длинношага Надо брать Вот Да Мы К сожалению Не знаем Вот этого Расстояния Мы заранее Не знаем И она Как-то Неоцениваемая А так Можно Выписать Теоретически Константы Из Параметров Из Констант Сильной выпуклости И Множество Управлений То есть Там как раз Выписываются Константы И Не всегда Значит Был Как раз В многомерном Случае Все так же Очень быстро Сходится Это 15-мерно Она тут Даже не Поместилась Вот 15 То есть Ну Гладкий Случай Интересен Другой Пример Наверное Та же Жорданова Форма То есть Одинаковые Собственные Числа Матрицы Это как-то Плохой Случай И он действительно Плохой Более того У вас нарисовано Достижимое множество Да Достижимое множество Оно такое Чечевицеобразное И притом Не какой-то Неровный край Он искривлен Управление Отрезок Это оно же Просто повернуто Боком Оно Оно выпукло Тут Маленькие Точечки Просто оно У него есть Острый край Как листик Но он не изогнутый Он толстенький Все таки Потому что Просто мы привыкли Вот к двумерной Картинке Нет Это как раз Тримерная Трехмерная Собственно Чем хороша Хороши Эти Переход К направлениям К оптимизируемым Переменам К опорным функциям Тем что Они конечно мерные Но не безумные Размерности И более того Если Вот искать Задачи Бесконечно мерной И она еще Многомерная То там Не очень понятно Как делать Так аккуратно Да Здесь у нас Конечномерная И вот Целевое множество Шар будет Два таких Маленьких Примера То есть Нам надо попасть На большое множество Но мы знаем Что оно состоит Из двух Из центра Я хочу Примерно Капмирно Исключительно Потому что Мы не Занализируем Моги Наш Капмирно Нарисовать И как раз Оно Близко К краю Множества Достижимости Алгоритмы Все так же Прекрасно Сходятся И Вот Находится Это я уже Следующий Пример Если поместить Это множество Целевое Сбоку То есть Сказал Во плохой Случай Какая у вас Система Система Вот Какой У большой У большой Отрезок Он Здесь Как бы Используется Матрица Но на самом Деле Вот если В исходных Терминах У большой Это Отрезок Минус Е3 Е3 Выпоклая Комбинация Да Нет Через Б Просто Здесь Как бы Стандартная Первая Координата Одномерное Множество У вас Да Термина Ку Большой Да Как раз Тот самый Тот самый Пример Отрезок Отрезок И наверное Вот как раз В целом Алгоритм На самом деле Это алгоритм Он соответствует Тому Что мы хотим Найти ближайший Элемент Множества Или проекцию В терминах Множества Вот этого Z Мы хотим Найти Проекцию Проекцию Нуля На это Множество С помощью Опорных Функций Наверное Если смотреть В самую Глубину То есть У нас Для этого Множества Нету Готовой Функции Проекции Но есть Нахождение Опорной Функции И У нас Есть алгоритм Который Позволяет Найти Проекцию И Мы знаем Что этот Алгоритм Он Сходится Быстро Это вот Если совсем Обобщать Что лежит Внутри Ну да Естественно Про множество М Предполагает Что на нем Любую задачу Можно решить Это на Р Это как раз По сути На достижимости Про М Да Борис Адамович Обрисовал Да У нас тоже На М Скриминация На самом деле Кажется Меньше Просто Куд Мы вообще Добрее Мы Ути А От М Требуется В каком-то смысле Вот эта Проксимальная Гладкость По сути В первой Задаче И она Техническая Значит Вот она Касается Бачком Тоже Все Замечательно Сходится Если Подходящую Длину Шага Брать Тут Коэффициент 0.7 0.75 И В примере Итоговое Значение Действительно Целевой Функции По сути Это расстояние Между Множеством Достижимости И Центром Целевого Множества Оно Больше Чем Этот Параметр То есть Мы его Еще не Коснулись Вот Собственно Теперь Переходим К формулировке Задачек Формулировка Почему Это все Эквивалентно Пересечение Мы формулируем В терминах Этой функции Которая По сути Находит Нам Зазор Между Опорными Плоскостями Этих Множеств И Алгоритм Следующий Алгоритм Он Немножко Наверное На словах Объясню В чем Тут проблема Мы Проблема В каком Смысле В начальной Точке Мы должны Взять Подходящую Начальную Точку Для этой Оптимизации И Если И Тут Как раз Играет Хорошо То, что У нас Множество Достижимости У нее Есть Параметр Времени Который От нуля До Т Если Мы берем Начальное Множество Достижимости И наше Целевое Множество Ну пусть Это Неважно Мы Как раз Если Ищем На него Проекцию То есть Она полезна Мы находим Начальное Направление А потом Аккуратным Образом Алгоритм Устроен Так что Мы Увеличиваем Время И смотрим Что Произошло Возможно Это же Направление Мы ожидаем Что это же Направление Будет Допустимым И С него Начинаем Оптимизацию Находим Оптимальное Ну то есть По сути Проекцию Точнее Ближайшие Точки Между этими Двумя Множествами И так далее Увеличиваем Здесь Учитывается Что Если Мы Очень Неудачно Сделаем Какое-то Увеличение Множества Один Очень Большое Так что Он и Пересечется Дело Потому Что Этот Алгоритм Он Не то Что Сходиться Не Будет У него Не Будет Подходящей Начальной Точки То есть Зазора Между Ними Не Будет И Из Этого Мы Получаем Верхнюю Границу Для Времени Касания Для Времени Достижения Множеств То есть Вот Такие Технические Вещи Алгоритм Работает Так Быстро То есть Тут Нельзя Сказать Каких-то Четких Оценках Но Это Время Увеличивается В два Раза Приблизительно Как Правили Армиха А потом Также Уменьшается Тоже Практически Деление Пополам Значит Что Получается В этих Примерах Вот Оно Время Коснулось Оно Действительно Коснулось И Траектория Не Очень Хорошо Видна Она Не Прямолинейная Траектория Интереснее Наверное Когда Множество Касается Сбоку И Ой Рисунок Рисунок Неправильный В случае Скорость Сходимости Рекоментировали Как От начальной точки То есть От начальной точки Наверное Нет Но Начальная точка Должна Такая Что Начальное Направление Должно Быть То есть Вот Эта функция Должна Быть Отрицательной То есть Должно Быть Подходящей Нет Я делал Эксперименты И скорость Сходимости Одинаковая Там Нету Какого-то Поточек Да А вот В зависимости От того С какой стороны Вы Стихол Улический А с какой Стороны Здесь Нет Вот Как раз Там были Примеры Там Не было Вот Здесь Пример Когда Касается Множество Углом Тоже Все Прекрасно Находится Все Сходится И касается Когда Боком Боком Вот например Вот Траектория То есть Чтобы попасть В боковую точку Крайнюю точку Множества Достижимого Приходится Это как раз Есть переключение Ровно два переключения В трехмерном пространстве Да Это прям Траектория В трехмерном пространстве Но поскольку Управление У нас Скалярное Вот эти Два переключения Вот они Собственно Четко Видны Сюда Почти К краю И на На плоскую Границу Эти Чечевицы Из достоинств Мне кажется Первое достоинство То что оно Быстро считается Второе Есть то что Пакет Который Это можно Вычислять И он Доступен Да Оконечно Мерно И есть Теоретические Оценки Гарантии Оконечно Мерно У вас там Есть ГЕФ Семен АТС Вот Эту задачу Как вы решаете А эту нет Это мы считаем Что нам ее дают Нет А мы решаем Нам должна Нужна Только Конечно Сейчас Где она Вот нам Надо интегрировать Нет Ее надо Интегрировать Проблема в том Что Но есть Да Но есть Небольшое Отличие То что мы Интегрируем Все таки Не матричную Экспоненту А ее Действие На какой-то Вектор Конкретно Андрей Это Прикрошу Все расписано В Оптимальном Управлении Есть Там Сопряженная Система Это Ровно Интегрирование Сопряженной Системы А вам тут Приходится Чего-то Нет Ну правильно Да Мы делаем Но там Когда все считается Надо считать Все На Моментах Времени Дискретно То есть Чтобы получить Чтобы хранить Знак Знак Это Для Одномерного Случа А Для Например На Сфере Нет Для Одномерного Это Все Прощается Превращается В знак Это Действительно Штуки Интегрирование Но вам Можно Все Равно Интегрировать Вот Эту Систему Да Да Знать Ну Тогда Знать Где У нее Меняется Да Да А там Где Итерация По управлению Ровно Такая же Задача Она Расписывается Вот Прямая Система Вот Сопряженная Вот Мы Последовательно Интегрируем То и Другого С Разными Начальными Условиями И Таким Образом Учисляем Градиенты Но Переменная Там В каком Виде Она Хранится Вот То Что У вас Улз Волна Написано Зайка Это Переменная А Правильно А ее Здесь Она На самом Деле Не хранится Она Здесь Восстанавливается Один раз Она Может Посчитаться Это Можно Не хранить А просто Хранить Начальные Условия Ладно Начать Черезначальные Условия Злоб Борис Это Интересно Потому Что Одна Из Достижений То Что Упрощение Самой Переменной А Если Здесь Начальные Условия И Его Только Хранить То есть Переменной Является Начальное Управление Мне Честно говоря Сложно Но Надо Посмотреть То есть Как она Техника Как она Реализуется То Здесь Реализация Оказалось Что Мы Подключаем Условно Библиотечное Интегрирование То Здесь Библиотечное Интегрирование Второе Библиотечное Как Пользователь Для Каких-то Вещей Можно Задать Явно Матричную Экспоненту Форму Если Ее Сделать Получить Преобразование Ну Нет Если Преобразование Диагонально Или Ну В каком-то Виде Ее Получить Да Вот Кстати Это вопрос Тоже Открытый Какая Какая Подходящая Форма Для Матриц С Комплексными Собственными Значениями В какую Ее Сделать Чтобы Экспонента Была В явном Виде Это вопрос Мне кажется Я не Встречал Получается Да Получается Мы Надеемся На Пользователя И Второй Опорную Функцию Для Множества Управления Именно Управления То Есть Ну Опять Третье Это Теория Почему Этот Метод Сходится Вот Это Собственно Судит Стать Что Этот Метр Гарантирован Сходится С какой То Скорость Усходимости Это Любопытно Да У Вас Что Там Задача Сводится К Минимизации Невыпуклой Вернее Выпуклой На И тем не менее Все оценивается Именно Да Но Если бы Вы перешли К другим Переменным Управления То Этой Проблемы Бы там Не было Все Было Выпукло Очень Интересно Посмотреть Нет Собственно Это Посмотрим Потому Что Это Побочный Эффект Он Выпал На Конференцию Да И Можно Строить Множество Достижимости Если Надо Действительно Не Конкретно Решать Задачу Достижимости Но Как Побочный Эффект Мы Умеем Строить Множество Достижимости Вот Его Спасибо Еще Вопросы Пожалуйста Боюсь Вот Если Извините Маленькую Ремарку Вот Этот Факт Он В каком-то Смысле Доказывается В полторы Строчки Но Прям Найти Его В литературе Я Как-то Не Смог Если Вдруг Есть Максим В 60-е годы Был Целый Поток Работ Прочисленное Решение Задачи Артемального Управления Ровно В такой Постановке И На Быстродействие И На Минимизацию Конечной Функции И Как Это Численно Решать И В общем Было Очень Много Работ И Поэтому Да Вы Нашли В 60-е Там Огром 70-е Нет Именно 60-е Правда Там Было Меньше Про Оценки Скорости Скорюмости А Просто Вот Вот Он Сходится Там Наверное Принцип Максимум Сыролик Он Ну Принцип Максимум Он И Здесь Работает На Сыролик Не Явно Видят Ну Да Это Его Переписали Это Он И Конечно Да Но Именно Принцип Максимум Не Ближайшую Точку А Именно Опорную Точку Казалось Бы Это Похожие Вещи Проекция Опорная Просто Это Плей Это Граничные Условия Сопряженной Системи Вот Для Людей Которые Занимались Тогда Оптимальным Управлением Да Вот П Это Условия На правом Конце Там Сопряженной Системи Именно Да Можно В этих Переменах Можно Медосредственного Управления Да Ладно Ну Не Но Интересно Что Вот Такой Возврат К Старым Задачам На Новом Уровне Потому Что Там Но В частности Там Никогда Действительно Не Выписывалось Аккуратных Оценок Скорость Рассказимости И Это Довольно Трудно Там Было Здесь Но Зато Я думаю Здесь Вот Ситуация Когда Множество Пересекается С Доснежимым Любым И Нам Нужно Это Обнаружить Просто Вот Значит Так Ну Мы Должны Там Знать Некий Параметр Насколько Там Какой Можно Сунуть Шарик В этом Пересечении И Тогда Пишется Алгоритм Который Просто Сходится Законичное Число Шадов Это Пространство Управления Это Все равно В таком Пространстве Вообще Забудем Значит Вот Задача Такая Р Т Р Т Большого Млю Пересекаются Вот так Пересекаются Так Что Туда Еще Можно Пересечения Засовывают Маленький Шарик Тогда Мы Пишем Метод Проекция Градиента Чуть Чуть Изменял Длина Шага Там Вот Как Ну Все Все равно Получается И О И Там Надо Чтобы Шарик И Вот Пусть А Проекция Градиента На Это Множество Видимо Да Да Это Это Р Т Там Слева Ну Да Вот Если Мы Знаем Вот Это Эпсилон То Мы Можем Написать Такой Вариант Алгоритма Который Законеченное Число Шагов Которое Тоже Оценивается Просто Попадет В точку В Тоже Ну Как раз Проблема В том Что При Касании Это Перестает Перестает Роб Да Да А он Становится Тем хуже Работать Чем меньше Этот шарик И соответственно Мы Его Тем Медленнее Сходимости Тем Труднее Распознать Ну Вот В этой Ситуации Как раз Когда Острый Острый Проекция Градиента С соответственным Выбором Длины Шага Я Я вам Скажу Конечно Какая функция Что Мне не делать Андрей Максим В простейшем Виде Значит Вот Я говорю Давайте Решать Забудем Про эти Задачи Будем Решать Будем Решать Решать Задачу О Системе Линейных Неравенств А как Она На общий Случай На такой Трансформируется Я скажу Фокус Вот Что Мы Значит В чем Включается Воспоку Метод Качмарш Мы берем И Проверяем Первое Неравенство Которое Нам попало Обнаруженное Мы На него Проектируем Нет Линейных Понятно Там все Нет Максим Тем не менее Давайте Изменим И сделаем Шаг Больше Что мы Перескочим Этой Неравенство На величину Я бы сказал Вот Это для Неравенства Теперь Ровно Такой же Метод Написан Для минимизации Выпухлой Функции На множестве Если У этой Выпухлой Функции Целое Множество Минимумов И В этом Множество Минимумов Можно Сошарить Там тоже Метод Проекция Градиента Трансформируется Таким же Точным образом И он Становится Конечным Еще Пожалуйста Попросы Замечальные Направление Вы Направление Как вы говорите Вы Вот Этот Ножество Расширяете Кажетесь Этой В ноль Определяете Точку И тогда Вы знаете Направление В котором Двигаются И Вы Можете Не знать И Можете Промахнуться Мимо Множества Но Это Не направление Которое Двигаться А именно По сути Когда Касание Нет Не промахнемся Нас Интересует Нас Интересует Вот Тот Момент Который Соответствует Этой Точке То есть Направление Которое Соответствует Этой Точке Вот Опорное Направление Нормаль К нему Если оно Не гладкое Да Именно Собственно Мы Его И находим В итоге А по нему Строим По той Формуле Управления Неоптимально То есть Оно Как раз Чтоб Попасть В эту Точку То есть Фокус На том Что Мы Автоматически Получаем Все управления Чтобы попасть В Границу Множства Достижимостей Там Есть Нюансы Если Она Эта Экзотика Если Она Имеет Плоские Куски Вот Там Очень Забавно Что Тогда Направление Должно Быть То есть Управление Должно С математической Точки Зрения Можно Попасть Куда-то Сюда А с Практической Это Кусочек Множества Достижимостей Если Такое Нарисовать Да Но Это Как раз Ровно Та Неисследованная Задача Будет Ли Вот Такое Множество Для Студентов Сильного Студентов Какой Его Константа То есть Оно Выглядит Почти Тут Есть Кусочки Которые Выглядят Почти Плоскими На самом деле Нет Численного Считали По точкам В какой шар Оно попадает Все-таки Как бы Не бесконечность Но поскольку Оно строится По точкам Даже если Брать Очень много Точек Нельзя Гарантировать Что там Нету Плоского Участка Прям совсем Плоского Да То есть Там Из-за того Что Когда в Интегрировании Там Ну в общем Есть забавные Вещи Опорный Элемент Может быть Не единственный Если там Есть Какой-то В общем Это открытый Вопрос Если Вкратце Ну ладно Пожалуйста Ну Вот Вот Это К нам Спасибо Андрей Спасибо Молодцы Спасибо Как Несмотря